Девушки отдыхают Спасибо Друзья, привет! Рад вас видеть на моем канале Нудбэкдэйс Продолжаем проходить мафию первую часть Наслаждаемся, поэтому Тут без лишних слов можно просто Посмотреть Простите, опоздал Садись День сбора Дани, парни В доме за рулем Поли СМ на вас остальное Все как обычно Сегодня весь день в разъездах Билл задолжал нам за мотель в том месяце Проследите, чтобы не забыл процент Без проблем, босс Постарайтесь не распускать руки без необходимости Клиент должен понимать Какую важную услугу мы оказываем Вы должны быть Ангелами-хранителями Гарантировать защиту Мы не Костолома вроде Морелла Мы выше этого Но услуга стоит денег Мы справимся Возьми у Ральфа машину Хорошо, босс Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том Зайди к ним Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том Как надрал кому-то жопу лет 20 назад Ну, господа, удача Поосторожней там, ребята Я видел бифа Он говорит, Морелла все еще бесится из-за побитых машин На, сдавись ему Эйдлер Эй, а вот и ты Я увидел это и сразу же подумал о тебе Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке Это не в счет Направь ее на цель вон туда Смотришься ты неплохо Адит, ба-бах И мозги по стене Так, теперь перезаряди Вот здесь открываешь и готово И еще запомни Пушкой светить нельзя Держи ее за поясом Отлично Когда начнется пальба Ты, это, ищи укрытие и старайся не обосраться Спасибо, Винченцо Я ценю это Это для босса и Фрэнка, Винченцо А для тебя я просто Винни Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло Суешь руку Делов-то А потом весь день вставлять стекло Смотри И Учись Да ты просто волшебник Рафи Давай-ка, Томми Покажи, что ты умеешь Ага, подцепил Вот так и надо Хорошего дня, Парки Первым у нас Эл У него пекарня на Лонгмэн-стрит Знаешь, где это? Ага, знаю Эл снова задержал? Хоже, да Эх, очень жаль Эх, очень жаль Экх, очень жаль Томми 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 Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Сэм, Поли, как дела? Классно. Как крошка джун? Пожалуйста, отправь... Она уже не та крошка. Какая же ягоза, какой была... Сэм, Поли, как дела? Классно. Как крошка джун? Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была... Бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас... Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудное выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку джун? Если денег не будет? Том, ты бабки заберешь или конверт? На столе коричневый конверт. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится, что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Так, дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка Наталлоу. Он еще не помер? Того гляди и поврет. Вроде там рулит его племянь. Том, на самом деле старого владельца зовут Юджин. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Поли разбила ему башку от прилавок. В году, в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. И дняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазок на крючке, чтобы панды из Чайна Тауна понимали, это наш город. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Слышь, слышь, слышь. Приехали. Сейчас я сам, сэн. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Поли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Поли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу-каталке. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Торн. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. Пожалуйста, отправьте сюда патруль. Коп! Копы нас засекли! Удозреваемый замечен. Берите его, ребята. Останавливайте арестовать. Хватайте его. Он за городом. Продолжайте преследование. Легавые на хвосте! Копы нас засекли! Продолжайте искать. Вдруг он все-таки выдаст тебя? Да. Похоже, мы оторвались. А прилавок? Ну, чутка крови испачкана опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встань. Пойдешь с нами на дело еще раз, Том. У нас много историй о племянниках-китаезах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да. Вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само все выходит. Ну, а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Полли годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты, и думаешь, что сразу во все врубился. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем, и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Тон. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем мы занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Лост Хевен, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его в Тридороге. Обмен проходит в мотеле Билла. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Том. Томми, я ранен. Господи, Поли. Скажи, Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. С чего она взяла, что это мое? Откуда она вообще узнала? Томми, томми, томми. Томми, томми. Продолжение следует... 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 Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки. Ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на... на нашего. Майки Дана? Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. А казалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Куча денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращаются ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцев? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все заводят, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью. Забери машину европейца. Пригони нашему механику. Он там поколдует. И верни назад. Без проблем, босс. Сара.